Добрый день, я Светлана Амельянца, автор сайта Избайвязания. Сегодня мы представляем наше новое изделие, это подушка Анютина глазки. Саму подушку вы можете связать как на машине, так и спицами. Самое важное здесь декор. Итак, прежде чем я буду вывязывать лепестки Анютина глазок, я должна сделать расчет. Я вяжу образец, выясняя сколько у меня петель и рядов в одном сантиметре, то есть, зная сколько у меня сантиметров в образце, сколько там провязаны петель и рядов, делю ряды на сантиметры, получаю количество рядов в одном сантиметре. То же самое с петельками. То есть, для того, чтобы я провязала красивые листики аккуратно, мне нужно знать, сколько рядов и петель в одном сантиметре. Делать это при помощи образца. После того, как я выяснила, сколько у меня в одном сантиметре рядов и петель, я должна провязать листики. листики лепесточки вяжутся по одному принципу это прямоугольнички сейчас я провяжу листик листик у нас 4 на 4 сантиметра то есть квадратик по расчету моей петельной пробы это 10 петель и 15 рядов беру зеленые листья пряжу потому что я делаю сейчас листики не лепесточки лепесточки делать точно также только из цветных ниточек и из цветных ниточек из которых я буду ввязывать цветочки я сейчас делаю листик и удобным не способом начинаю вязание я начинаю обвитием обвили и провязываю 15 рядов это по моему расчету обязательно закрепите край 15 квадратик 4 на 4 теперь мне надо закрыть вязание закрывать буду тоже удобным способом самое главное не затягивать верхнюю часть верхушка листика как верхушка цветочка лепесточка должна быть очень свободна для этого я не затягиваю закрытие петель сделать это надо очень аккуратно я буду закрывать косичкой она дает рельеф интересный и имеет возможность не затягивать край для того чтобы край не был затянут когда будете делать петельки вытягиваете петли ориентируясь на следующую иголку все петли у вас будут одного размера и не будут перетянут ориентир обязательно должен быть если вы хотите что петли были одинаковые на глаз если вы начинающие вязальщица очень сложно это делать вас может быть перетянут ориентируйтесь конце концов если вы хотите очень свободный край ориентируйтесь не на следующая на иглу через одну стоящую тогда у вас точно не будут перетянутый край и лепесточки и листики получится очень аккуратные их можно будет очень интересно свернуть при складывании цветочка закрыли получили квадрат вот таких вот квадратиков нужно столько сколько у вас будет цветочков и по кругу положить но это вы уже будете смотреть со светланы когда вы будете украшать подушку вот таким способом мы вяжем и листочки и лепесточки только меняем цвет и размер когда мы снимаем с вязальной машины наши образцы то будто большие будто маленькие они все имеют примерно одинаковый внешний вид то есть если внутри самого полотна еще она как-то нормально то вот края там где у нас начало там где у нас конец они всегда вот такие загнутые причем загнутые именно на лицо и так как нам придется с ними работать и приводить их то состояние в котором они должны будут остаться надолго то вот эти хвостики их нужно убрать а самим вот этим искривлением мы будем работать чуть позже чтобы убрать их есть два способа первый это обрезать получить уже в итоге готовую заготовочку у которой нету ниточек исходящих можно это сделать двумя способом первое это залить лаком обычным лаком для ногтей смазываем подтягиваем ниточку и вот в этом основном в этом месте смазываем ниточку которая выходит и петельку которая весь соседней и точно также можно поступить с этим кончиком можно их заправить я предпочитаю заправлять так как я знаю что мне нужно будет вот эта поверхность горизонтальная то я предпочитаю заправлять в ту часть которая не будет растягиваться а именно вертикальную часть вот просто обвитием проходим вниз или вверх тут уже без разницы как это как она у вас вернется если вы не знаете как в дальнейшем будете какая часть у вас будет верхней какая нижней вот вставили обрезаем кончик получился без нитки но нитка не залита лаком потому что если заливать лаком через какое-то время вот этот кончик он станет жестким то есть именно то что мы сделали она полимеризовалась и превратилась уже монолит не всегда это удобно поэтому есть второй способ еще до точнее третий способ первый способ это вот сейчас она застынет мы ее обрежем в корень второй способ это иголочкой промотать и уйти туда где она у нас уже не повредит и третий способ это с помощью крючка вязального крючка можно точно также взять и нескольких местах проколоть подхватить эту нитку и вывести за пределы где где это уже будет не страшно и потом точно также обрезать а можно эти нитки оставить и использовать их в момент пришивания то есть если я знаю что вот эти ниточки мне понадобятся для пришивания потому что когда я буду подкладывать то мне все равно надо будет нитку все равно надо быть идти с этого угла к этому то я эту ниточку оставляю но честно говоря мне это не очень этот метод нравится потому что приходится на каждый лепесток вставлять иголку как бы достаточно достаточно такая работа которая не сокращает время изготовления вот этого цветка и поэтому я предпочитаю все отрезать и потом взять большую иголку большую нитку и одним махом уже собрать весь цветок вы смотрите сами как вам удобнее то есть если наслаждаться для души то конечно можно и оставить вот эти нитки есть нитками возиться потому что сначала мы пришиваем цветочек снизу а потом скорее всего нам придется где-то его и сверху подкрепить поэтому и верхняя нитка тоже обычно пригождается поэтому вы смотрите сами вот у вас несколько вариантов как можно поступить с лепестком для того чтобы получилась анютина глазка такая как мы хотим то есть синенькая с желтой вставкой мы используем акриловую краску для росписи по ткани вот такая краска и она ложится очень аккуратно очень ровно и поэтому можно ее использовать для тех изделий которые не будут у нас применяться к лицу и в принципе в которых нам не важно насколько они чем-то покрыты или покрыты поэтому я беру эту акриловую краску кисточку этот акрил он разбавляется водой и очень нормально к этому относится спокойно не скручивается не сворачивается и прорисовываю желтое пятно посередине как бы не доходя до верхнего края вот этого лепесточка стараюсь не заходить далеко потому что верхняя часть у нас садится а сам кружок он должен быть вот здесь вот равномерно также нет не заходя до крови то есть как бы вот здесь вот небольшой такой вот должен быть кружочек вот я его сейчас буду делать начнем с того что промажем эти лепесточки в середине обоснование делаем более густое а кверху уже чуть-чуть более размазано ставим сделать везде одинаково поэтому эти лепесточки нужно выложить все одновременно чтобы они у нас были круглые вот это будет один набор то есть если мы делаем несколько разных цветочков то они все должны быть собраны пачки потому что каждый раз мы будем делать немножко по разному и все эти лепестки будут отличаться те которые сделаны под одним махом одной кистью они будут более более менее похожи один лепесточек который буду нас сверху мы его не красим он у нас будет как и в цветке такой более контрастный все теперь можно оставить сохнуть акрил сохнет достаточно быстро пока он сохнет я готовлю следующую партию я возьму розовую краску тоже акриловую краску и смочив кисточку начну делать такие же полукружья но уже сейчас делаю на всех лепесточках или на голубом это у меня будет желто-голубой вариант и я сделаю так чтобы у меня был кружок на всех лепесточках в том числе и на синим чуть-чуть ты После того, как ткань сняли с низальной машины, она имеет вот такой вид, который вообще невозможно с ним работать. То есть, в принципе, это, конечно, возможно, но на нем невозможно ни рисовать, ни делать какие-то метки. И поэтому я чуть-чуть припариваю. Припарить можно разными способами. Я могу отпарить, натянув на шаблон, а могу припарить так слегка, чтобы не растягивать, а только расправить вот эти волны, которые здесь получились в результате того, что на местах закрытия и открытия петель у нас всегда возникают вот такие заломы, которые мы в декоре используем для создания рулика. Для создания чего в этом средстве? рулика. Так как нам сейчас рулик не нужен, то мы просто разглаживаем ляпочку, она превращается в квадратик. Чуть-чуть подтягиваю, на глаз смотрю, как она у меня ложится. Вот и мы получим ровненький квадратик. После отпаривания, точнее припаривании, мы получаем две абсолютно одинаковые ровные прямоугольные, точнее, даже квадратные фрагменты и уже дальше с ними мы будем работать и оформлять подушку ровно так, как мы это задумали. И теперь моя задача стоит в том, чтобы по этому кругу прикрепить его и обвести на ткани. Но если я буду обводить фломастером, то липа ткань должна быть так закреплена, чтобы она не дергалась, но так как она у меня не пришпилена, ничего, то она будет ходить. Поэтому я ее просто обошью толстой ниткой по краю и у меня будет задан контур вот этого круга. И это нужно сделать на обеих фрагментах верхнего и нижнего. Сейчас я просто беру цветную нитку и прикалываю шаблон и по нему пройдусь этой толстой красной ниткой, обозначу контур, где у меня будет круг. Вот я уже приколола. Теперь нужно просто-просто пройтись по кругу и вот эта красная ниточка у нас будет являться контуром. я мелко прохожу рядом с шаблоном. Мелко, потому что когда я буду сшивать, то будет непонятно, где граница, где не граница. для того, чтобы этого не было на больших расстояниях, мы делаем миленькие стежочки. Нитка у меня не закреплена на узел, потому что, чтобы не тянулось, чтобы не тянуло изделие точнее. Примерно по сантиметру. На краю тоже у меня небольшой остается задел. Не делаю самый край для того, чтобы можно было пришить, потому что если в цель экономии не оставить место для пришивания, потом будет непонятно, за что же цеплять. После того, как на кругах сделана разметка и уже наметка четко ограничивает размер кружка, нужно ее вставить в пяльца. Вот эту заготовку нужно вставить в пяльца. Но если мы будем вставлять в пяльца обычным способом, в котором вставляется ткань, то наш трикотаж очень сильно деформируется, потому что по-другому на него невозможно будет ничего нашить. И выдержать линии горизонтальными и вертикальными в трикотаже очень тяжело. Нужно специальные разметки тогда делать и четко все выравнивать, по линейке мерить. Очень тяжело. Поэтому я применяю при шитье на трикотаже. Вот даже здесь видно, что при отпаривании линия ушла. Вот она ушла. Поэтому я применяю способ такой, очень щадящий, который заключается в том, что мы используем дополнительное полотно, менее ценное, скажем так, по свойствам. То есть то, что нам не нужно будет дома, то, что можно как бы и в принципе выбросить, если там порвется или что-то с ним произойдет. И так далее. Но я его использую для того, чтобы продлить размер этой трикотажной тряпочки. И за вот это продолжение мы его будем вставлять в пяльцы. Именно в принципе, если бы у меня были пяльцы, то можно было бы именно за вот эту ткань туда вставить и натянуть. Аналогично делаю с другой стороны и со всех четырех сторон. Сейчас закалываю. Стараюсь прижимать пальцами к столу для того, чтобы не произошло деформации. То есть вот как вот оно у меня приколото, вот так вот оно и должно пришиться. не стягиваю, прошиваю ровно так, как есть. После того, как с двух краев мы зашили, пришили уже к основе бросовую ткань, которую будем держать, нужно сделать недостающие две стороны. Но здесь уже происходит то, что мы, накладывая ткань, будем заходить уже на ту часть, которая у нас пошита ткань. Поэтому здесь прошиваем так, как будто бы у нас вот это все является трикотажем. То есть прошиваем от начала и до самого конца вот здесь прошиваем, потому что еще хорошо бы вот здесь вот тоже прометать, чтобы не повело. так как прямоугольник, квадратик зашит по всем сторонам по вот бросовый ткань, нужно сделать основу, на которой мы будем его пришивать. То есть я использую не способ распяливания в пальцах, а я придумала другой способ вот такой, когда на книжке книжка у меня является основой, к которой я прикрепляю уже свою вышивку. Способ этот хорош тем, что, вот беру, натягиваю. Способ хорош тем, что я могу возить сколько угодно иголки по этой книжке, в книжке ничего не случится. То есть если бы делать это на какой-то мягкой подложке, то достаточно проблематично было бы, потому что могла уголка втыкаться в основу ниже расположенную и случайно пришиться. Вот когда мы делаем на жесткой вот на такой подложке, то ничего этого не происходит. натягиваю и прикалываю. Сильно тут можно не оставаться, потому что все равно, как только мы поднимем, часть разойдется. и теперь закрываем с последней стороны. Вот здесь уже важно подтянуть так, чтобы нигде не провисало. Расправляем, чтобы нигде не провисало. Вот, значит, здесь линия ровная, здесь линии ровные, здесь линия ровная. Все. Начинаем процесс формирования лепестков цветочка анютиного глазка. Анютин глазок. Мы любим все делать быстро, поэтому лепестки мы связали таким угольным. И либо нужно это как-то закамуфлировать, либо эту композицию я покажу, как сделать, придав цветочкам овальный вид с помощью небольшой вот такой хитрости. Я беру и кончик, острый кончик притягиваю к примерно, ну, расстояние на одну треть от, то есть, если половина вот здесь, то одна треть от лепестка, это примерно вот здесь. Вот я кончик один и второй присоединяю с двух сторон к боковым сторонам, и у нас получается достаточно овальный лепесток, практически той формы, которая нам нужна. Вот я здесь сделала. Нужно очень закрепить, потому что потом мы этот цветок будем на все лады в разные стороны сгибать, и поэтому очень должна быть эта конструкция уже не разборная, то есть, не должны отойти те, то, что мы пришили, оно не должно уже как бы там измениться. Вот потом плавно перехожу на другую сторону, здесь не должно быть никаких стянутостей, то есть, вот то, что я положила, оно не должно никаким образом мешать растяжению этого лепестка. Теперь точно так же я поступаю с второй стороной, просто обвиваю через край иголки сторону и подтягиваю ее к одной трети от вершинки. Вот получился овальный лепесток, получился овальный лепесток. Он с двух сторон овальный, по сравнению с тем, что было до этого, он, в принципе, приобрел достаточно изящную форму. Но он шире, чем должен быть, в природе лепестки имеют такую каплевидную форму. Вот эту каплевидную форму мы сейчас будем придавать. Для этого берем нижнюю часть и нижнюю часть лепестка, две нижние части, с одной стороны и с другой стороны, и соединяем их через вот такой вот, через уголок, вот так вот. То есть, как бы, делаем в серединке небольшую, изящную выпуклость. И вот это ровно то, что мы должны будем пришить. Поэтому я перехожу вниз нашего цветочка, здесь уже не натягивая нитки. Сгибаю еще раз, пальчиком нажимаю, соединяю два, две боковушки и сшиваю их. У меня получается такой объемный цветок на достаточно непонятной подставочке. Вот такая подставочка получается. Вот если теперь взять подложку и приложить, то мы вот именно за вот этот кончик, который, за вот этот выступающий хвостик, мы ее будем пришивать на нашу подложку вот так вот ровно, чтобы он вот здесь вот этим уголочком лежал. И за счет этого он поднимется над подложкой и будет не плоско лежать, а вот так вот как бы объемно будет лежать. И поэтому сейчас я беру и просто-просто один этот лепесточек, так как он первый, я его просто в том месте, в котором мне нравится, пришиваю. Значит, мы исходим из того, что у нас композиция будет из пяти цветов. Один здесь, второй здесь, третий, четвертый, пятый. То есть они у нас должны по звездочке, примерно 120 градусов. Вот чтобы не сбиться, я вот так вот их приколю, чтобы мы уже знали, куда обращаться, когда следующие цветочки будут. Вот. вот этот здесь. Вот я разметила по 120 градусов примерно. Так. И у нас снизу будет три лепестка и два. Три лепестка снизу, как положено у анютиных глазок, и два лепестка будут сверху прикрывать. Поэтому я делаю чуть-чуть вбок, зная, что у меня один, два и три сверху накрывает. Вот пришиваю этот цветочек здесь просто за ножку. Подхватываю снизу иголкой и через край, просто вот как получится, так вот и пришиваю. Сейчас просто важно прихватить. Если не понравится, как получилось, значит можно этой же ниткой, если этой нитки не хватает, можно просто подшить какой-то другой ниткой или каким-то образом закрепить, чтобы лучше держалась. Вы сами смотрите, насколько вам важно прикреплять. Вот видите, хорошо как, что я ее тяну, а она не уходит, она не уходит, но и деформируется. И как бы я ее не мучила, она потом возвращается в исходное положение. Вот я пришила, избыток нитки закрепила и убираю его вниз, туда, внутрь. Он у меня туда уходит, узелки никакие не завязываю, потому что я уже достаточно ниточку закрепила. Вот, вот у меня кончик вышел и этот кончик убрала. Все, остался один лепесточек, который пришит. Переходим к следующему лепестку, с которым поступаем точно так же. и вот этот цветок я пришиваю здесь, с краюшку вторым. Он у меня получается вторым, причем надо сделать так, чтобы они совпали, вместо входа, вместо пришива одного цветочка, одного лепестка и другого совпали, то есть как бы, чтобы они исходили от какого-то центра. От какого-то центра. И здесь еще оставляю место для третьего лепесточка, который будет, как бы, тоже здесь прикрывать сверху. Ну вот. Пришиваю лепесточек под серединку. Просто пришиваю через край. Переходим к следующему лепестку, к третьему. Так как, после того как мы пришили цветочки за вот ножку, они, если их отпустить, они превращаются вот в такие вот, с овальными листиками, но вот такие вот трубочки. И нужно их сделать, чтобы они хотя бы, хотя бы имели вот такую форму, овальную, вокруг, как бы, вокруг этого цветочка. Поэтому я беру, я беру нитр, и я просто их пришиваю к подложке, вот так вот формирую вот этот выступ. Просто через край, вперед-назад и колкой, потому что это более эффективный способ. пришиваю, закрепляю наточку, обрезаю. Беру следующий лепесточек, который у меня здесь является вторым в этом цветке. И его тоже надо, ему тоже нужно придать вот такую красивую форму. Я его раскладываю и точно так же вот здесь вот со всех сторон его подшиваю. вот так вот. Ну, не стараюсь, чтобы он у меня смертельно, вот прям вот мертвый лежал, а все-таки стараюсь идти по контурам, по овальным линиям, чтобы казалось, что он вот так вот сюда прилег ненадолго. И от ветра сейчас прям весь колыхнется и полетит куда-нибудь. вот пришиваю, но здесь на самом деле еще будет закрываться еще одним лепестком, поэтому здесь вот такая особая аккуратность, тщательность не нужна. А эту нитку немножко отрежу. Под корень не будет, потому что там у нас лаком не закрыто. И теперь мы эту цвету точно так же прикладываем в промежуток между этими двумя цветами, но чтобы еще он и сверху прикрывал, как бы он сверху накладывается на эти цветочки, поэтому он должен между ними войти вот как бы в глажбинку и сверху на эти цветочки лечь. Поэтому я его вот сюда вот здесь между ними за кончик прихватываю и он у меня ложится сюда вот в нишу. На самом деле здесь тоже не нужна особая тщательность креподлить, потому что так как у этих цветов есть тычинка и пестик, как у большинства цветов, явно выраженные, но вот середочку мы ему тоже сделаем красивым и не явно такую выпуклую, но все равно чтобы она была. И этот лепесточек я его подшиваю сверху на те лепестки, которые уже лежат, потому что он как бы у нас закрывающий. И вот здесь вот мы уже можем с ним пофантазировать, либо его жестко прикрепить к низу и он тогда будет лежать, либо он будет стоять. Я прикрепляю жестко, чтобы как бы было достаточно однотипно все. Поэтому вот сейчас я расправляю и просто точно так же как прошивала, прохожусь по кругу, вот расправляю, прохожусь по кругу вокруг вот этой желтой серединки и накладываю его сверху. с другой стороны он у меня будет закрывать, чуть-чуть закрывать вот этот лепесток. А второй он у меня будет закрывать левый лепесток. А второй, который я сделала, он будет закрывать правый лепесток. Поэтому сейчас я его точно так же как и эти лепестки пришиваю вот сюда к серединке, просто через край. Вот как получится, так и пришиваю. Вот раскладываю один, чтобы он у меня вот так красиво лег. И второй. И они у меня должны чуть-чуть прикрыть вот эти лепесточки, но не так, чтобы вот прям совсем намертво, а чуть-чуть. вот поэтому я буду вот уже вот здесь, не с самого начала, а вот здесь с кончиком начну. Они должны чуть-чуть прикрыть. Вот я поэтому его вот так вот прикладываю, не плотно укладываю сюда, а как бы он должен чуть-чуть выходить. Вот я его чуть-чуть выходя, вот так вот прохожу по краю, соблюдаю то, что он у меня должен быть овальным, соблюдаю то, что он у меня должен выйти на симметрию вот в этом месте, вот у него симметрия относительно этого места. Вот я его сюда выравниваю. Вот. И все. Теперь надо пришить точно так же и второй лепесточек. Подхожу к основанию. Дело очень просто, я намотаю на палец, на матушечку, теперь я ее снимаю, сгибаю пополам. Беру маленький кусочек нитки, надеваю ее. Беру маленький кусочек нитки, надеваю на матушечку, которая у меня получилась, затягиваю и делаю как помпончик. Вот нужно для того, чтобы она не развалилась, пока я ее буду пришивать. Вот сейчас беру и просто в серединку за вот этот хвост я ее пришиваю к середине моей анетиной глазки. Просто к середине пришиваю. Тщательно прихватываю, чтобы она у меня не разошлась, потому что матушечка не закреплена ничем, просто намотана на палец. лишнее обрезаю. После того, как прикрепили все цветочки, нужно уже приходить к листикам, потому что именно листики показывают, что нужно, нужно ли еще какой-нибудь декор, либо достаточно вот цветы листья. Поэтому листики мы будем делать в этом уроке именно по той же схеме, что мы делали цветочки. А именно, используя одну из нитей, вторую мы обрежем и вот этот лепесточек мы будем вот таким образом сгибать и прикладывать на поле. И за счет того, что у него, и за счет того, что у него получается такая вот ложбиночка, ну вот здесь прижмем, получится такой достаточно фактурный лепесток. Его можно выгибать по-разному и за счет этого он будет очень красиво смотреться. Если накидать их в большом количестве по полю, то получится очень красивое панно, которое в принципе уже будет самодостаточное и уже не надо будет никаких других украшений. Поэтому сейчас отрезаем лишнее, то что есть здесь, вот здесь лаком помазано, а вот этот мы сразу же пришьем. У каждого цветочка должно быть не меньше четырех лепестков, но они должны быть расположены очень по-разному, чтобы смотрелось красиво. Вот так. Уберу, заходя за этот листик, чуть-чуть его натягиваю. О, по форме и загнулом немножко. Обязательно вот в этом месте закрепить, потому что иначе он не будет отходить. И идем в обратную сторону. Дойдя до серединки, делаем небольшой, сгибаем как бы складочку. Вот эти два краешка мы подносим поближе и располагаем так, чтобы получился такой треугольничек. И теперь прокалываю лепесток с одной стороны, здесь подхватываю, захожу дальше, опять прохожу насквозь и выхожу с другой стороны. И теперь точно так же подхватываю с этой стороны. И можно вернуться вот уже к серединке цветка или не к серединке, как получится. Можно чуть-чуть скрашку где-нибудь прихватить. И все, можно даже уже не закреплять, просто уйти под цветы, потому что сделана обратная строчка, она уже не даст листику развернуться. Сейчас потяну и обрежу. Цветок уже никуда не денется. Вот один лепесточек сделали. Аналогично уступаем и со всеми остальными. После того, как главная композиция уже выполнена, остается уже немножко припорошить бисером, либо бусинками, либо какими-то другими декоративными мелкими элементами. И я выбрала бисер двух вариантов. Это белый и стеклянные очень красивые чешские бусинки. И я их разложила примерно вот в таком порядке. То есть в середине будут белые бусины. Серединка совсем останется чистой. А по бокам вот здесь будут поблескивать такие крупные стеклянные бусинки. И пришивать я их буду на мононить. Мононить это такая тонкая резка, которую используют для шития бисера. Она невероятно прочная и поэтому используется именно для этих целей. Кроме того, она бесцветная, она прозрачная и поэтому если даже на нее надеваешь бусину, то можно не бояться, что эта ниточка будет видна. Но есть как бы сложность в том, что надо бусинку эту дважды пришивать, потому что очень ниточка тонкая и малозаметная. Вот то, как я разложила, я потихонечку начинаю их пришивать. Конечно, во время пришивания они немножко сместятся, но вот композиция примерно ясна. то есть они должны идти по внешнему краю моего изделия. И вот так я пришиваю и даже могу простегивать по самой основе. Мононить хороша тем, что ее не видно. Единственное, что на больших расстояниях приходится дойдя до бис... И бусинки вот так вот закрепиться здесь, чтобы нитка не убегала и не стягивала несколько раз закрепиться в этом месте, где она выходит. потом надеть бусинку, потом дважды ее прошить и потом дальше опять переходить к следующей бусинке. Вот теперь, когда все прошито, то уже можно и приступать к обработке. Обработка будет заключаться в том, что мы снимаем то, что у нас было закреплено и отпарываем держалки все, которые у нас держали наше изделие, точнее на вот этой дополнительной основе, которая выполняла роль пялиц. Теперь все в обратном порядке, аккуратненько снимаем. Ну вот. Вот нитки вытащили и круг, как он был круглым, он так и остался. Ровно потому, что мы это предусмотрели и он был у распялен именно в горизонтальном и вертикальном положении, то есть не был деформирован при вышивании. Сейчас цветочки немножко осядутся, потому что возможно где-то они были в натяжении, но все равно круг этот останется кругом. Ну вот мы приблизились к тому моменту, когда уже надо заниматься сборкой изделия. Пришьем вот эту полосочку, а потом к этой полосочке мы пришьем уже вторую часть, которая будет снизу. Эта полосочка связана так, чтобы желтой стороной она подходила к сиреневой пластине. Способ пришивания мы будем делать таким. в принципе мы можем даже сделать вот этой стороной лицевой. Она будет, на мой взгляд, более симпатично смотреться, чем изнаночная, потому что на изнаночной видно, что такие не четкие рисунки, а полоски все видны на лицевой стороне, поэтому будем использовать лицевую сторону. Так вот, лицевую сторону у нас таких две полоски. И каждая полоска хватает на половину подушки. То есть вот эта полоса, она для того, чтобы пришить то есть ровно на половину. я ее делю еще на две части, деляю на две части и понимаю, что вот эта часть у меня отсюда и вот отсюда. вот, то есть вот эта четвертинка у меня. Сейчас мы ее делим еще на две части. Делим ее на две части и вот этот кусочек, он у меня должен израсходоваться на вот этот фрагмент, вот сюда. И таким образом, деля несколько раз, я без расчетов просто подгоняю свою полосочку под нужные мне габариты. пришивание будет заключаться в том, что вот эту кромочку, которая является началом вязания, мы должны завести за вот эту красную линию. То есть сделать так, чтобы кромку, которую мы будем захватывать, она шла ровно по вот этой красной линии. но здесь у меня рассчитано на то, что будут складочки. И поэтому я вот делаю складочку и одновременно подхватываю к красной линии. опять делаю складочку и опять присоединяю ее на красную линию. и посмотрю, чтобы у меня уложиться вот в ту четвертинку, которую я себе выделила. по второй сторонам уже будет гораздо легче, потому что мы будем брать уже рассчитанный размер. вот там у меня было, весь кружок собрала. Остались у нас части, которые нужно соединить. в принципе их можно было соединить и тогда, когда, до того, как начали. и шовчик этот убираю в складочку. даже будет много. и там, где у меня красная нитка я смотрю, чтобы у меня все совпало. нужно обязательно складочки все проработать, потому что, когда я вытащу булавки, то, если плохо в этом месте прошито, то складка может разойтись, поэтому обязательно нужно все-все-все складочки зашить. и одновременно они должны попадать на красную линию. если чуть-чуть, плюс-минус на красную линию не попадут, это не страшно. здесь, в отличие от шитых изделий из ткани, здесь достаточно большая эластичность, я уже говорила, при набивании этой подушки это все спрячется в швы и не будет заметно. поэтому, чем мне нравится трикотаж, то особо с ним не паришься. после того, как приметали вот эту прокладку к основе, я ее начинаю сшивать. но сшивать можно двумя способами. первая часть это вот кительным швом. я попробовала, но получается достаточно муторно, потому что в тех местах, где складка, очень тяжело пробить и пробить так, чтобы она была ровно одна под другой. поэтому я беру обычную иголку и начинаю обычной иголкой просто шаг вперед-назад пришивать к основе. и таким образом у меня получится примерно то же самое. значит этот шов, конечно, менее эластичный, чем кительный шов, но он достаточно прочный и, в принципе, нам тут особая эластичность не нужна. наоборот, хотелось бы, чтобы попрочнее держалась, чтобы форма круга не уходила. если придать большую эластичность, то круг может у нас расходиться и превращаться постепенно в овал. если дать жестко, то он уже у нас никуда не денется. вот я таким способом прошиваю, вот что получается. получается ровненько, ровненько, и где ничего не торчит. после того, как пришита основа и соединительная планочка, нам осталось прицепить вторую часть желтенькую, чтобы подушечка получилась такая не плоская, а все-таки более объемная. и вот это у нас лицо мы делаем так, что накладываем сюда той стороной, которая у нас будет лицом, а это у нас именно изнаночная сторона. вот равняем квадратики, и вот это у нас уже ориентир для того, как мы будем соединять. здесь, так как уже соединительная планка пришита, то мы можем ее использовать уже напрямую, соединяя, просто соединяя вот эти готовые складки, просто их поднося к красной линии и присоединяя, то есть как бы даже не париться, потому что здесь уже за нас все сделано. уже не нужно отмерять, где половина, где середина, поэтому я просто беру и закалываю их, и точно так же потом пройдусь и приколю, сначала приколю, потом пришью уже толстой ниткой к основе вот это все. но здесь точно так же я стараюсь, чтобы бортик был ровненько-ровненько на красной линии. аналогичным образом я подшила и вторую часть, там где у нас желтая была, желтую соединила с полосочкой, и теперь у меня остается здесь небольшой фрагмент, который я не зашила, я его оставляю незашитым, ровно для того, чтобы можно было подушку вывернуть и набить холофайбером, потому что делать специальный разрез для того, чтобы набить, это неправильно. вот этого размера, наверное, нам не хватит, но сейчас посмотрим, хватит или не хватит. сейчас мы все увидим. аккуратно выворачиваю, немножко, никуда не спешу, по одному цветочку, чтобы ничего не порвать. аккуратно выворачиваю. помогаю, засевываю в дырку. сейчас как мела деяльникова. это все. получилась вот такая прикольная капелька. вот складочки, которые здесь, с боку, они очень оживляют, потому что они такие непонятные получились. красные линии, которые здесь, практически совпали с тем, что теперь мы берем любой наполнитель, который у нас есть и начинаем подушечку эту набивать. вот отверстий, которые мы выворачивали, просто туда засовываю. вот этот наполнитель очень хорош тем, что его можно стирать. ну, на самом деле, для подушки это может быть не сильно актуально, но все равно, очень полезное свойство, он не сваливается. то есть он можно в машине стиральной, и у него нет эффекта скатывания, как у шерсти, у пера. кроме того, он гипоаллергенный, поэтому не вызывает аллергии. как, например, перо или пух, некоторых аллерген на гречу, на лубу, ореховую, либо подсолнечную. вот, это гипоаллергенное полотно, поэтому его можно использовать в наполнителях практически безбоязненно. нож, там подушка у меня декоративная, спать, наверное, вряд ли кто будет, но если будет спать, то переворачивая на эту сторону, достаточно упругая и принимает форму головы, очень удобно, очень удобно. все, осталось только зашить. а зашивать надо уже, соблюдая вот эту складочку, которая есть, но так, чтобы все-таки шовчик спрятать внутрь. и не поэтому, чтобы зашить вот это полотно, нам придется делать рубчик, вот такой рубчик этот накладывать на вот эту подкладку, и просто подхватывая здесь, подхватывая с другой стороны, просто зашивать. практически как это делается по тайным швам. вот складочки немножко посложнее придется, потому что придется ее сначала затянуть, а потом зашивать дальше. но это как бы тоже не сильно проблемно. и весь шовчик, он ходит внутрь. потом подаймем швом. сейчас мы зашиваем подушку, и у нас остается только вытащить вымёточные липки. укладываю наизнанку, потому как у меня вся подушка лицевой вязкой связана. и беру противоположные кончики, соединяю их, стягиваю, беру следующие противоположные кончики, стягиваю. и вот так по диагонали я соединяю противоположные концы, стягиваю максимально. и за счет вот этого натяжения, уголочка вся будет выровнена, и получится очень красивый, гладенький, абсолютно ровненький кружочек, который можно использовать именно для того, чтобы пришить в серединку. он сам будет по себе украшением. беру нитку, две рядки, соединяю, ищу, где у меня здесь серединка, Ну, я считаю, что серединка у меня вот здесь. В этом месте я протыкаю и ищу, где у меня серединка на желтом. Считаю, что серединка у меня вот здесь. В этом месте я обеваю синюю куговичку, прошиваю ее и делаю того размера, вот так, расстояние между этими куговицами, которое мне надо. Дальше закрепляю ниточку здесь, то есть несколько раз туда-сюда прошиваю, чтобы она у меня держалась. И потом на вот этом расстоянии я должна буду несколько раз прошить насквозь, для того, чтобы илочки у меня друг друга удерживали. Вот я выхожу с этой стороны. Здесь, вот здесь, проколю и ухожу обратно. Здесь, вот здесь, вхожу. Валя! Как видите, сделать такую подушку совсем не сложно, нужно только время и желание. Такая подушка может стать хорошим подарком вашим близким. С вами были Светлана Амельян и Наталья Некрасова, авторы сайта СБ-обязания. Заходите к нам на сайт, подписывайтесь на нашу рассылку, нажимайте «Нравится», а также посмотрите, какие подушки можно сделать в технике объемной аппликации.